Второй полуфинал Рейзи Вингюра, там рыбокупы у нас бегают, потому что забанены Рейнджер и Вайзер. На 99% Рейнджера забанил Рейзи, потому что действительно в руках Вингюра этот персонаж очень-очень злой. Ну и у нас будет битва Клачей, ну а старт у Никса против Биджея, у Рейзи ДК, у Вингюра у Никса это единственное отличие, а так два Клача, два Бласковича. Ну вот эти ребята, они редко экспериментируют, особенно Рейзи, те персонажи, которые на данный момент самые сильные в мете, он их, собственно, всегда будет брать, ну и результат это приносит. Это самое главное. Отличный Шаффингюр пострелялся, я к тому, что достаточно смело он на Биджея с ультой. Так, рано, рано, рано потратил. Сейчас надо срочно идти собирать часы, потому что... Вау, вау, что творит этот парень? Минус Биджей. Так, 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 проблемы, но вот эта ракета очень хорошо зашла. И какой Рейл? Вау, вау, что творит? Итальянец, это просто какой-то космос, что он исполняет. А Билдка возобновилась. Роза какой-то бред, я посмотрю, статцы, с вашего позволения, 75% Рейл, 3 из 4, Рейзи еще, по-моему, Росу не брал. Он просто, просто какой-то нереальный так и спасается от огня, но в итоге первой же ракеты слишком мало хп, а вот теперь клатч от итальянца. И по идее не должен там выживать Рейзи, но, объективно говоря, немножко повезло в конце Венгрии. В начале все он сделал хорошо, в конце немножечко так замешкался, но в итоге последний шотган очень верно занес. Да, в чате подсказывают. Телефрагмент, он, конечно, хотел не ксой в том эпизоде, потому что 100 хп, там драться смысла не было. Первый раунд за Венгером, конечно, очень четко. Все он делает, без шансов, пока было. Хорошие ракеты. И что, пойдет атаковать из инвизы? Нет, нет, пошел он к шафту, но сейчас заберет Рейзи шафт. И здесь проблемы могут быть, но неплохо из три болта там попал итальянец. Продолжает заносить, Рейзи уже спиной. Очень интересно, конечно, итальянец играет. Постоянно наносит дэмэдж, просто нон-стопом. И, смотрите, очень мало у Рейзи, но Венгюр почему-то не пошел атаковать. Он, ну, он не знал, конечно, сколько там хп, но мог догадаться. А вот сейчас уже проблема у него. Потому что ему заходить на следующую мигу, а там он не подобраться. Только издали, если рейлить. Но здесь надо еще и попадать. Да, мига за Рейзи. И инвизы нет. Буквально там полсекунды не хватило. Что он творит? Не берет. Не берет. Ни армор, ни шафт сразу в бой. И отдается. Сейчас будет врыв. Так, а билку пришлось потратить. Это фраг по-любому. И сейчас драться с клочом. Или ДК возьмет Рейзи. Нет, взял клоча. Очень быстро Мигур играет. Ничего толком не подбирает. Ну, какой он сейчас толстый. Сейчас будет встреча. По идее. Так, Рейзи должен, должен щита. Здесь щит вязать. Но уходит. Мигур очень грамотно уходит от клоча. И на следующем Мигу. Сейчас он сам будет вырываться. Нет, до этого даже дело не дойдет. Так, Мига 3 секунды. Надо Рейл попасть. Ну, здесь наверняка все делает Вингур. Просто идеальнейший шафт. Так, там ДК против Бласковича. Но один из игроков очень толстый. Слишком толстый. И тут же Трибол. И сейчас будет врыв шафтами. Нет, нет, нет. Не стал. Да это какой-то просто рейп итальянский. Сейчас включим фолкиллер. Он просто не включается. Я ставлю. Но такой иногда бывает в фэке. Как и многое другое веселое. По-моему, Вингюр вообще не напрягается в этом матче. Спокойно бегает и бьет венгра. Ну вот мы узнаем, кто настоящий венгер. Кто самозванец. Так, сейчас проблемой нужно... Как-то, да, подстраховаться. 20 секунд до обилки. Ох, как он играет быстро. Реально просто без остановок. Съел Мигу. Здесь секунда обилки. Ну, вот самая главная обилка есть. Если что, БиДжей просто плохо не застанет. Как отличный итальянец отыгрывает вот эти эпизоды. Он заносит стабильно на соточку ракету. И фактически не получает демедж от... От двух шаг... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как? Сейчас Рызи. Жестко подловили. Собственно, его и... Шахтом этим... К стене прижали. Не дали залететь. Хотя, Рокки Джамп делал... Так, сейчас, я думаю, не жилец. Венгиур еще и без демеджа. Но перемудрил. Сейчас... Да, не включается фоллокиллер, к сожалению. Переключимся вручную. Венгиуру последний персонаж. Я жду сейчас какую-то... Просто стремительнейшую атаку от Бласковича. Причем там, на самом деле, обилку тратить опасно. Потому что потом, если что, драться с клочом. Рызи как-то нервно курсором вводит. Так, подлов. Подловка. Непонятно, кто кого подловил. На 6 хп остался. Рызи, я думаю, если... Даже если итальян сейчас сделал бы фраг. Я думаю, потом бы его кулачом очень быстро разметало. Рызи на ДК. Не справляется Рызи с темпом. Таким. Реально, куда ни сунься, уже там бомбит. Ну вот, первая ракета. Настолько нелепая. Но, правда, в ответку. Рыл занес. Вингюр продолжает... Играть в том же стиле. Совершенно не парятся... В плане оборонительной игры. Сейчас обмен будет врываться. Но, правда, там перемудрил. Мне кажется, он слишком, по-моему, рано в победу поверил. Надо бы ему поаккуратнее играть. Взял он сейчас. Биджи. Рызи, я думаю, будет на этом шафте поджидать соперника. Так, спалился. Итальянец. И до свидания. Расслабляться тут нельзя ни в коем случае. Так, робот сейчас утащит хэви. Щит потрачен. Это, на самом деле, очень большие проблемы для итальянца. ДК толсты, ДК с обилкой придет. Разве что Вингюр просто ускакать может от него. Так, здесь Рызи поспешил. Но... Нанес все равно больше дамэджа, чем получил. Хорошая ракета. И минус. Минус должен сейчас быть Рызи. И Хэви там лежит. Последний персонаж у... Вингюра. Нет у него там здоровья. Рызи уже заряженный шафтами. За Мигу там точно не побороться. Будет, я думаю, Вингюр ждать пока Билка... У него не возобновится, а Рызи надо давить, давить. Но нет, все, момент упущен, а Билки нет. Да, у него все нормально с контролем. Вингюр все еще стоит, ждет. Щит есть, армор немного тоже взял. Но не лезет, не лезет, не высовывается. Может сейчас Мигу утащить. Нет, не утащить здесь никак. Уже подъел несколько маленьких арморов. Но вот у Рызи Абилка тоже возобновилась. Нормально так зашел Вингюр. Что он будет давить? 13 хп. Обоим очень плохо. Так, клач на клач. Переключим на Вингюра. Ему нужно здоровье. 3 секунды. Да, Миги. Но... Возмездие... Очень быстро прискакало. В виде робота. Рызи. Да, эти ребят, конечно, на роботах просто нереально. Круто отыгрывают. И 2-2. А, ну вот как Вингюр начал. И как сейчас все перевернулось. 2-2. Ай-яй-яй хотел. Собирать красиво. Ну там только Рыльцой бы он, собственно, мог бы попасть. Другая пушка там бы не залетала. Достаточно рискованно Рызи сейчас играет. Я думаю, это минус точно он. И может Вингюра спивать еще и на Мегу. Вот это развязочка. Сколько там до обилки? 17 секунд. Еще много. Главное не запутаться в том, что бралось первое, что второе. Ну и ДК надо разводить как-то на его. Фаербол. Есть ракета хорошая. Нет, с этой стороны не зайти. Ой-ой-ой, как много. Как много там заносит Рызи в ответ. Ну вроде разошлись. Вингюр сейчас подберет внизу армор. Нет, до этого даже не дошло. Ничего себе Рызи. Откуда он здесь вообще оказался? Тоже очень анкадный сыграл. И Вингюр на них все подберет. По идее он сейчас с Хэви. Нет, он даже не пускает соперника к Меге. На самом деле никаких там проблем пока нет с Мегой. И сейчас отдаст всю карту на Вингюр. В такой момент решающий он ступил. Очень жестко все отдал. 160-100 Рызи. Сейчас будет атака. Слушает карту внимательно и на тихом шаге пытается ворваться. Вот сейчас будет этот врыв. Есть одна ракетка. Здесь только в инвиз. При этом, кстати, неплохо попал итальянец. Свалился он там, не долетел до армура. Ой-ой-ой. Здесь все. Так, остался там клатч. С 2-0. Отыгрывался. Напомню. Рейзи. И сейчас у него отличный шанс, чтобы забрать эту карту. Потому что ничего не получается сейчас у итальянца. Очень он. Играет аркадно, но больше не заходят. Тут эти чумовые рейлы, которые были в первых раундах. Ну, окей, сейчас взял полностью контроль на карте. Спасет его разве что фраг без потраченной обилки. Но это возможно. Просто подловить. Надо соперника. Ну, где-то там венгюры другими путями бродят. Непонятно, куда сейчас рейли лезет. Но лезет удачно на самом деле. Да, щит пришлось потратить. Здесь минус. Нет, никто не минус. Залетел фаерболл. А как не попал? Сейчас рейзи. Время идет. Сейчас у обоих откатятся обилки. По 10 секунд осталось. Фигур на контроле. Первым хэви. Так, спалился, по идее, рейзи. Хорош, хорош. Но здесь минус. Рейзи. И он очень хорошо респамился. Сейчас будет сразу, я думаю, врываться. Нет, не стал. Заберет хэви. Клач на клач. Рейзи толще. У Рейзи есть щит. Тут же попали в него рульсу. Так, щит. Скорее всего, в пустую. Нет, не в пустую. Не в пустую. И все-таки рейзи. 1-0. Просто из такой вылез он. Из такого болота. Пошла вторая карта. Молтон Фоллс. Интересно, кто его выбрал. Выбрал, наверное, Рейзи. Может быть, в расчете на то, что Вингюр на ней недостаточно опытен. Рейзи с разными клачами. Гаурнобласкович. Там уже есть шарт. На этой карте я вообще клача не знаю, пару раз в жизни видел. Потому что на клачах только эти парни у нас дерутся. Они между собой не так часто встречаются. чтобы попытка подловить на хэви. Может сейчас Рейзи утащить мигу. Несется он к ней. Да-да-да. Забирает всю карту. И при этом щит. Сохранен. Счет не тот. Ой, блин. Сейчас поменяю. Sorry. Извиняюсь. Поменял. Так, Рейзи продолжает на контроль находиться. Сейчас должен убивать он. Да нет, не получилось убить. Вингюр сам все сделал. Когда клач на тебя вот так вот щитом наскакивает, ты с ракетой, суицид это достаточно распространенное явление. Как быстро Рейзи себе щит возобновил. Как бы Вингюр сейчас не поплыл. Мега спасает, но в конце шурганом. Это, в принципе, тут первый урон, поэтому ничего страшного пока не произошло. Рейзи поэтому 1-0 очень быстро. Перестал Вингюр попадать. Вернее, не то, что перестал, но вот на Ивокине действительно была серия очень красивых фрагов, но не знаю, Рейзи просто перестал, мне кажется, высовываться. лишний раз и играет просто сейчас наверняка. естественно, делает ставку на своего любимого клатча. Сейчас клатч на клатч они начали, потому как не может Вингюр справиться с Робокопом Рейзи. На других персонажах периодически шву убивает, в целом реально очень круто Рейзи отыгрывает. Вингюр продолжает аркадничать, продолжает получать нереальное количество демеджа совершенно ненужного. И... так, есть перчаточка и... ну, не знаю, мне кажется, это минус клатч. немного осталось у Рейзи, но мигать для него и, в принципе, все нормально. Сейчас, я думаю, очень быстро подберет все часы. Нет, нет, здесь проблемы. И уже за хэви никак не подраться. 100-0. ждать щита и не высовываться. Есть полтинник, за мигу сесть надраться здесь бессмысленно. Там, наверное, маленький армор лежит. Нет, маленького армора нет, видимо, сперва взял ингюр. Нет, появился. Ну, вот сейчас 100-100 и щит, в принципе, все не так же плохо. хотя там казалось, что может сейчас его зарейлить. И пошел клач. Подожгли ему шестереночки. Масло, видимо, загорелось. Ну, очень быстро здесь щит, конечно, восполняется, несмотря на то, что ему опять увеличили. Так, а здесь проблемы у клача. При этом ДК очень толстый остался. Есть мига, есть контроль, потому что до армора там времени вагон. По-моему, Рейзи без шафта сейчас он обласковичен. А у Юра все хорошо по контролю. И на мигу он комфортно успевает. Сейчас подберет ракетку, его уже ждут. Сколько там осталось? Много там осталось и мига. Два бласковича. У Ройзи еще один персонаж в запасе, если что. Это также ДК. Контрольный рейл от венюра и сразу тонны демеджа. Здесь даже можно обилку не вязать. Там хп совсем мало. Но в итоге разошлись и Рейзи несется к миге. Прыгать, естественно, у него венюр не будет. У него там проблем хватает. Бам, бам, бам. Да, ребят, поплыл итальянец с 0.2 на Ивокене. Когда оказалось, что все, сейчас Рейзи просто разметают. Но нереальный скил как-то быстро угас. Ну, опять же, Рейзи стал играть по-другому. Понял он, что слишком хорошо в него все вылетает, поэтому надо бы как-нибудь побольше от Клача. Ну, и все. Здесь все остальные персонажи просто лопаются. Так, летит Рыбакуб. Сейчас, скорее всего, да, не выживет. Сколько там осталось? Очень мало осталось. Но здесь мега. И надо шаф попробовать законтрить. Но там с любой пушкой на самом деле шаф ворвется. Рейзи он Клача сбреет. Здесь в первую очередь надо, конечно, щит. Ох, сколько демеджа. И сразу Вингюр в контратаку. Но тут же в ответ в него влетело. есть щит. И возвращается в этот матч Вингюр. Последний персонаж теперь у Рейзи. Лежат оба айтема. Поднят хэви. Газ за итальянцем. 25 секунд до щита. Ох, хорош, хорош. Ну зачем Рейл полный шафт был. Там ДК не такой толстый. При этом была потрачена обилка. Непонятно зачем. Этот Рейл был нужен. Нет, конечно, на Ивокене конечно это было очень красиво. Муйки ждут этого момента, но концовку первой карты мы все знаем. 20 секунд до обилки. Хорошо чувствует карту Вингеур. Так, сейчас он кстати очень неплохо так отъелся. Есть щит и будет ворваться убивать. 2-1 все еще не закончено. но вот пока реально у нас картина маслом да, клатч убивает все живое. Не может никакой другой персонаж ничего сделать. Отличное начало от Вингюра, но Рейзи здесь тоже о чем он думал вот так вот. врываясь пытаясь там стреляться на дальней дистанции. Если первые болты залетели то это уже знак. Ну и в итоге вообще без дамажа. В ответ он убирает первый фраг. Ну не так все плохо. Только вот обилка еще очень не скоро. Так сейчас телепорт будет выходить. итальянец и там совсем чуть-чуть ну и опять рыл рыл не эффективно эффектно но не эффективно перестала залетать ну вот такие вот попадать пожалуйста кто не дает а уж шальные хорош 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 ну как Рейзи ворвался все 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 попал тоже толстый остался после взятия хэви и кем вперед он рельсу но венгюру сейчас рельсу не нужна у него там бласкович он стоит ждет мегу так мегу забрал Рейзи немножко поздновато как-то пришел сейчас еще и армор отдаст да там посмотрите какой венгюр толстый так остались еще клачи кстати нетронутые Рейзи опять тормозит пришел не туда и не в то время что самое интересное мега там сейчас лежит вот сейчас ее снова взял итальянец и несется он так залетело там очень неплохо в него Рейзи очень круто сыграл и остается клач причем он может быть совсем последним непонятно что делать тратить щит или пытаться так убить времени не так много осталось ой как Рейзи сейчас повезло при этом попал две рельсы ну венгюр там уже возобновил себе все здоровья очень много две минуты остается первая мига хорошо сейчас в Рейзи заходит рейл дерутся за то до чего там еще тонну времени ждать и что-то странное сделал сейчас венгр ну совершенно по таймингу конечно вы бы ошиблись сейчас бы итальянцу он еще и мегу таскивает что за бред сейчас бы ему ракету поконтрить по-любому сейчас туда придет Рейзи по-моему ракеты у него нет да ракеты нет вот он к ней крадется ну конечно по контролю сейчас отличная ситуация итальянца хотя клатч на клатч она всегда какая-то очень рандомная хороший рейл не понимаю как там можно было попасть там с такой скоростью вылетает тушка из этого телепорта и место все время какое-то рандомное не туши рандомное просто слишком все быстро ай-яй-яй есть рейл пошли вабанк две рельсы никакой там но здесь никак не выживет ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй давай рельсо рельсо марка есть 22 это всего лишь вторая карта просто настолько динамичный бой что кажется уже играет вечность так дк на бласкович старт но в принципе неплохая контра двух пушек бласкович если в упор встретиться то дк тоже зайдет очень хорошо но сейчас будет встреча но очень очень быстро потратил свою обилити венгюру теперь надо идти подбирать часы только он как-то мимо всего пропрыгивает ну потому что знаешь сейчас мига а сейчас его будут бить неплохо конечно он попал ракеты причем ребята что творит иногда итальянец так там рыбакут несется причем неплохо попал сколько осталось осталось мало потрачен щит так уже пошел пошел там клач щит щит впустую отдал венгюру но можно попробовать просто перестрелять нет не получилось сейчас в ответ прибежит не ребят клач нынче уже не тот потому что ого вот это респаун вот это респаун по моему венгюр первым сделал фраг респаун р helicop рexplosion р karaoke рosphere рgrades рHYUN interest рumsy рJUN р웃음 рÿ р Kazuto рunciation р---------------- рaired рeches так я вернулся, извиняюсь, на шоссе у нас первый раунд уже прошел размен по персонажам, вот такая повласкаю, что потеряли мы. Самых сильных персов взяли сейчас оба игрока, поэтому я думаю, будем очень рада игру наблюдать, но собственно на все остальные карты такая же. Совсем ничего там у Рейзи не осталось, но сейчас драться с клочом. Сразу же щит. Ну ничего не сделаешь, ребят, ну ничего не сделаешь ты против этого клоча. Давайте оставим пов на Вингюри, потому что сейчас будет такая же атака скорее всего от него, но не спешит он на самом деле. А вот сейчас уже замешкался. Оооо, куда там полетел? Рейзи. Это конечно очень забавно выглядит, срочно подбирать часы, потому что сейчас прилетит такой же хомячок. На 100 хп залетел директ, но я не думаю, что Рейзи сейчас будет до последнего вперед лезть, потому что слишком мало у него осталось. Да, пошел, он потратил щит зря. Пропустил контрольную ракету и тут же выпад от Вингюри кончились. Ну не то, что пульки, кончилась обилка. Рейзи кстати не такой уж там и дохлый. Так, сейчас есть возможность подловить на шампании. Нет, зацепился за стенку. Тут же разошлись, подобрали часы. Теперь Рейзи. Так, снова контролька, но уже не такая хорошая. Надо Юру передохнуть. Ну вот, встретились красавчики. У Рейзи постоянно пробивается этот щит, ну в смысле он пробивает этот щит, но там по-моему варежкой вплотную долбанул и переиграл. Напомню, это матч за выход в финал. В финале уже ждет хрон. Да, ребят, этот матч дико быстрый по сравнению со всем, что мы сегодня видели. Я думаю, в финале клоча точно не будет, потому что хрон с вероятностью 99,9 его забанят и правильно сделает, ну для него. Так, первая же заруба. Хорош, хорош! Минус Бласковичу Рейзи. Ну там еще два злых персонажа. ДК, конечно, бояться не так сильно стоит, поэтому обилку можно и приберечь. На клоча, нет, не стал венгюру тратить. Сейчас должен убивать, но сколько останется перед встречей с клочом? Клач уже несется. Ай, как обидно свалился, и сейчас в спину весь шаф войдет. Во-во-во-во-во-во! 1-1. Просто фантастика. Просто дичащий матч, конечно, скорости нереальные. Им тоже просто чумовой. Не так уж плохо. Когда два клоча дерутся, особенно когда это топовые клочи. Просто чума. Так, кого выберет вторым? Берет Бласковича. Здесь есть один армор. Что будет Рейзи ждать? Нет, не стал он дожидаться Миги. Очень много истреболта словил. Если бы там по качеству не зашло, мог бы вообще фраг быть. Так, здесь рискует Вингеур. Там Мигаева ждет через 5 секунд. Нет, все, уже обилка есть. Как Вингеур среагировал? Но все равно не хватило. Там мало осталось. По идее, ну, в район 30-ка. Ну, вот, по персонажам уже 1-1. Так, подожгли очень хорошо. Ну, не так много. Сейчас, конечно, огонь снимает. Какая ракета тоже. 9 хп. Выживает и успевает на хэви. Ой-ой-ой, здесь класс несется. Хэви подобрал. 2-1. И Рейзи на Бласкович. Вингеур тоже у него преспаун. Для Бласковича более хороший. Рейзи сейчас будет подбираться к... Нет, не будет он подбираться к шафту. Он будет вот так вот помирать. Берет ДК вторым. Начало примерно такое же, как и в предыдущем раунде. Но закончилось... Мы помним, чем это раунд забрал Рейзи. Так, мига намного раньше, но не успеть. ДК... Несется, несется ДКшечка. И очень неплохо зашел. Минус, минус. Здесь Вингеур. Который надо. Если... Если хочешь в финал, нужно что-то сейчас изобретать. Потому что Рейзи почти не получил урона в предыдущей перестрелке. 2 ДК. И Клачи на десерт у нас остаются. Так, итальяны сейчас отлично сыграл. Ну что? Клач. Обилки нет. Есть много... В принципе... Рейзи даже пушки не берет. Не, на самом деле не стал. Он почему-то до конца лезть. Пошел за ракетой. И это может для него быть губительным. Да? Минута 30. По-моему, это среднее время раунда у этих ребят. До двух минут. И последний решающий раунд на последней решающей карте. Винге Угур. Снова стартует на Бласковича. И снова он в районе Шафта. Рейзи сразу пошел за Шафтом. Ай-яй-яй, сейчас спину будут убивать, убивать. Ну, там получше, конечно, Винге Угур этот эпизод отыграл. Но я бы не сказал, что Рейзи намного более дохлый остался. Я думаю, сейчас разойдутся по своим нычкам. Хэви для Винге Ура. И Рейзи зазевался. Как он отдал? Мигу-то. Вот это уже большие проблемы для него. Он уже понял, какую ошибку совершил. Пытается из Машингана на расстоянии как-то компенсировать. Самое смешное. Ой-ой-ой, какой директ. Самое смешное. Так, сейчас будет подлог. Зачем два Шафта? Там же понятно было, что очень мало осталось у Рейзи. Просто у Вингуры не было Машингана вообще никакого в том моменте. Поэтому он так стоял. Ну, ракета, конечно, вот это нереально его спасла. Так, здесь три болтика обязательно. Чтобы как-то этого клоча попробовать отконтрить. До обилки еще пять секунд. Нет, здесь есть часы, все в порядке. Рейзи ждет Хэви. Сейчас он, конечно, будет дико толстый. Двести, там, или сколько? Сто семьдесят пять на... На двести двадцать пять. Ну, Вингюру, конечно, досталось гораздо больше. Ой-ой-ой-ой. Ну, не так мало у клоча, поэтому слишком уж. А вот это, ребята, проблемы. Нет. Разошлись. Разошлись. И... И как сейчас Вингюру повезло. Последний ДК остается. И здесь все аптечки 100-100 минимум. Часов пока нет. Вот это уже... Проблемы очень большие для Рейзи. Задел огонь. Огонь сейчас очень много снимает, когда ты на нем стоишь. Дает дополнительный урон. Но у Вингюру два персонажа. Есть щит. Так, собственно, он... Он идет брать ракету и сейчас будет налетать. Будет налетать, будет убивать. Правда, не попадает ничего. Да, в такой момент именно так надо играть. Уверенно. Что творит Вингюр, ребята, он в финале. Продолжение следует...